здравствуйте дорогие друзья ну вот собственно снова настала среда технико-экономический вебинар по средам какой традиционно можно сказать сегодня мы пообщаемся на тему как адресных проектов так и тему земли конечно же затронем и друзья также я расскажу про стратегию ледокола которая срабатывает уже здесь сейчас меня зовут суходов алексей то есть вы видели сейчас на видео это было замечательно смонтированы нашими местными журналистами ну естественно не без участия нашего именно команды по адресному проекту но среди тех роликов которые я видел от журналистов действительно на малине тв очень хорошо прочувствовали то есть исправляли но мало то есть уже можно сказать журналисты в челябинске также являются нашими акционерами нашими сподвижниками и это не может не радовать потому что действительно как говорится и как я говорю всегда на всех конференциях что 99 процентов населения земли должны знать о skyway не то что должны следует рано или поздно все узнают и давайте пройдем опросник традиционный то у нас первый раз присутствует чтобы не понимать каким образом строить вебинар на сегодняшнем день у нас 375 человек присутствует но я думаю народ еще подойдет мы собственно начнем вебинар друзья вот тема гектара земли вообще на самом деле очень очень серьезный драйвер который нужно применять при развитии нашего проекта эту тему нам подарила буквально смысле правительства российской федерации нам подарил владимир владимир путин мы не имеем права как-то продвигать ее платно и так далее мы продвигаем ее бесплатно то есть именно исходя из благосклонности всей международной группы компаний skyway skyway инвест групп и skyway инвест групп чтобы новички понимали вот тот фонд на вебинаре которого вы сейчас находитесь это основной инвестиционный фонд который привлекает на сегодняшний день денежные средства на финансирование технологии skyway естественно без финансирования никакой реализации никакой демонстрации сертификации не будет и задавали вопросы в чате что за вопрос именно на инвестирование в течение 10 месяцев это называется у нас такое понятие как фиксированный дисконт то есть вот пожалуйста я сбрасываю ссылочку тоже для новичков почитайте пожалуйста что такое венчурный дисконт что-то венчурная премия что такое венчурный проект в целом в котором мы участвуем все с вами и да это венчурный проект в некотором случае рисковый проект но это тот проект который реализуется уже здесь и сейчас и та стадия которую сравнить допустим в октябре 2014 года она абсолютно несравнима с той стадии которые мы имеем на сегодняшний день то есть уже вовсю идет к уже давно подготовлена проектная техническая документация на грузовой транспорт на городской пассажирский транспорт уже принята стратегия юнибайка только то есть это легкий спортивно туристический прогулочный транспорт skyway и собственно принято как из основных точек входа вообще транспортную инфраструктуру городов то есть стратегия срабатывает как собственно и стратегия ледокола то есть вот пожалуйста могу сказать что транснет групп это ледокол и группа отрядов особого назначения программы skyway но мы рады каждому рады его на борт ледокола принять абсолютно любого человека почему ледокол потому что мы прокладываем путь первыми то есть мы общаемся абсолютно с холодными контактами сквозь сомнения сквозь непонимания сквозь страхи сквозь стеснение мы пробиваем лед и доносим информацию про технологию skyway это замечательно удается именно транснет групп инвестиционным фондом который является skyway инвест групп и собственно вот в начале вебинара я тогда освещу вкратце тот результат который достигла казань то есть казань будем так скажем выдвигать передовиков передовики у нас на сегодняшний день за текущий полмесяца хотя бы это казань это алексей романов замечательные именно лидер который присоединился я вот недавно смотрел его социальную сеть этот человек присоединился вообще даже раньше меня то есть сентябре 2014 года когда еще сергей семенов ходил и дал молодой человек очень мощный бурный виток развитию компании начав схему крауд инвестинга с простого сайта абсолютно с какими-то даже техническими неполадками когда был не виден skype но это все началось друзья и вот алексей который сейчас является одним из лидеров по казани применяет стратегию лидокола так скажем и совпадает во мнении что можно выходить на улице и в том числе елена москакова его поддерживает и остальные активисты показания это вот те лидеры действительно настоящие которые могут доказать так звук нормальный скажите пожалуйста громко тихо это те лидеры которые могут доказать что да действительно мы можем в количестве чуть менее десяти людей выйти на улице и начать рассказывать о технологии skyway начать анонсировать именно анонсировать даже не зная что приедет один из директоров то есть в данном случае я качестве живого спикера при приезжал и мы родили адресный проект мы родили адресный проект потому что время в казани пришло и абсолютно в каждом в каждом регионе свое время придет потому что технология skyway шагает уже не то что по россии она шагает по всей планете то есть на плану на прошлой неделе арманд наша директор глобал транснет реки это именно организация которая занимается продвижением по англосаксонскому пространству он общался с министром транспорта точнее не транспорта туризма и спорта в ирландии и были проведены первичные переговоры достаточно успешно и собственно сейчас арманд с ольгой шантиной находится в гостях у андрея федоровича ковратова то есть вот недавно у ольги шантиной был день рождения замечательная думаю повод и поработать в таиланде и обсудить провести переговоры именно в живую с андреем федоровичем ковратом по дальнейшему развитию именно на иностранном пространстве потому что мы достаточно серьезно развиваемся в том числе на английском пространстве была зарегистрирована недавно компания и друзья вот те слайды тот замечательный эмоциональный посыл улыбающихся казанцев это то что ждет каждый регион где мы будем проводить конференцию потому что проводить мы будем не просто так проводить мы будем именно с привязкой к адресному проекту и казань очень хорошо поработала благодарю еще раз алексея романова баскакову елену и других активистов замечательный дизайнер команде у алексея то есть разработали стратегию и применяйте ее в городах вот те опросники естественно нужно применять промо стойке но те опросники которые придумала казань они очень простые и очень эффективны и как только человек ответил на опросник ему давали билет с примечанием что на конференции возможно будет получить 100 акций в подарок то есть на конференции была такая промо акции именно не 50 акций как за верификацию 100 акций подарок и конверсия ухода было минимально то есть очень много людей остались до конца мероприятия и это действительно не может не радовать то есть вот почему-то у нас картинки не запускается так ну к сожалению сейчас я думаю что я один в комнате вот этот слайд этот слайд именно из руководства этот слайд первый адресный проект skyway в городе казань действительно сорвал аплодисменты то есть я не анонсировал его и когда я перелеснул на этот слайд поверьте мне адресный проект как в городе казань очень и очень интересный и более того он может обогнать даже челябинский проект даже ирландский проект в самаре сергея феофанов буквально на днях ходил общаться с представителями властей также по украине юрий гречка ходил общаться серьезными именно представитель представителями властей по своим связям и сейчас планомерно развивается работа абсолютно во всех регионах и во многих странах то есть skyway и skyway инвестгрупп skyway инвестгрупп занимается очень серьезно начали мы заниматься адресными проектами почему потому что адресные проекты будут капитализировать и ускорять эко технопарк финансирование эко технопарка объясняю почему потому что примерно до пятого этапа это строительство уже то есть не считает нулевой этап так скажем именно проектно-изыскательных работ которые проводятся на месте данном случае в казани но они этот этап этап уже внимание прошли то есть вот поставьте плюсик кто казанцы сегодня находится в чате если присутствует казань то поставьте пожалуйста плюсик потому что для вас очень и очень большая радость что на самом деле адресный проект в городе казань работ фактически можно сказать не требуется либо они требуются но минимальном объеме почему потому что от центра от замечательной мечети которую я не посетил то есть естественно был очень напряженный график естественно мы обсуждали адресный проект более того казань именно лидеры алексей романа в первую очередь елена и другие активисты представили три адресных проекта я выбрал для реализации именно вот этот адресный проект первый потому что он как раз таки подходит под логику юнебайка то есть по юнебайкам дамы и господа новички мы проведем отдельный вебинар то есть с отдельными слайдами отдельной презентации что такое юнебайк какие его технические характеристики какие параметры какие преимущества но поверьте мне при стоимости как средний аттракцион при стоимости проезда можно сказать и так как это можно смасштабировать уже и на городскую пассажирскую транспорту трассу это средство передвижения может сказать аттракцион то есть классификации не будет как электрический трамвай и так далее это сможет именно вывозить и огромный поток огромный трафик людей и при необходимости мы можем трех четырех местные если шестиместные тоже будут юнибусы то есть городской пассажирский транспорт но как раз таки с этого проекта в казани все и начнется и как точка входа поверьте мне когда начнут общаться с чиновниками ближайшее время этот процесс переговоров начнется и в январе мы уже планируем выходить на серьезную конференцию сейчас присутствовало более трехста пятидесяти на трехсот пятидесяти людей тонн сэш конференции в два раза больше мы как минимум планируем то есть 700 800 человек уже с приездом сергей анатольевич соберекова я также буду выступать именно по специфике адресных проектов по специфике внешне экономической деятельности и другие и других именно специфичных тем они не общей по презентации которые у меня была сегодня и мы будем уже обсуждать не то что презентовать новичкам то есть это будет живое общение очень много мы внимания уделим ответов на вопросы живое общение залом и поверьте мне новички они просто включатся в работу потому что они будут видеть что это очевидно и с этим невозможно будет поспорить так вот вкратце еще оказание здесь почему проектно-изыскательные работы они на самом деле проведены потому что планировался фуникулер но управление архитектурой и городосредственно зарубило этот проект потому что фуникулер достаточно не очень красиво и так скажем сооружение в плане архитектуры и несколько может испортить вид вид города и соответственно что говорить о нашей на транспортной системе о наших замечательных красивейших юни байках действительно гениальном решении и почему именно вот такая обтекаемость получается именно корпусы и так далее не потому что конструкторского бюро дизайн бюро захотела так сделать а потому что это технологически выверено и также как у самолета крыло получается необычайно красивым и постоянно именно в авиапромышленности улучшает именно крыло у нас аэродинамические свойства на они на высшем уровне то есть уже анатолий эдуардович на конференции на юбилейном форуме говорил что мы даже порог 0075 уже преодолели коэффициент аэродинамического сопротивления cx и собственно это тот гений а проницательность то абстрактное мышление та логика кстати без отсутствия без присутствия хорошей памяти то есть анатолий эдуардович всегда говорил что он пришел именно таким очень серьезным логическим процессом умственным так как у анатолий эдуардович не очень хорошая память и друзья нам с вами всем вместе взятым позавидовать логике этого человека вот собственно стратегии и не байка по основываясь на логике было принято и сейчас в казани в челябинске в самаре также и в других городах скоро вот я думаю форма реестра адресных проект у нас готова сейчас мы согласуем дорабатываем с руководством skyway инвес групп и уже выдадим вам чтобы вы полностью заполняли и соответственно мы будем видеть уже широкую картину нашей географии наших адресных проектов и друзья давайте перейдем к теме гектар земли я думаю что всех эта тема волнует гектар земли я я лично обязательно буду рассказывать всем знакомым и незнакомым людям что такая программа существует что такая программа это место быть но самое интересное что это увязывается очень красиво и замечательно именно с тем что предоставил это владимир владимирович путин но без технологии skyway гектар земли будет абсолютно бесполезным приобретением если вы не будете осуществлять там какую-то сельскохозяйственную деятельность то есть такие примеры были это юрий долгорукий это князь владимир которые раздавали землю естественно с условием с условием соблюдения определенных податей но вот про юрия долгорукого вообще могу сказать что это основоположник сетевого маркетинга потому что именно с помощью этих податей можно сказать это такие вот ежемесячные платежи были и спрашивали в чате про финансирование в течение 10 месяцев друзья на самом деле это очень важно и очень необходимая компания так как мы должны уже планировать наши строительные работы строительно производственные работы то есть у нас не детские игры у нас идет стройка вовсю и если кому-то скажется что она идет медленно то друзьям не представляете насколько много одновременных процессов происходит который мы не видим это и компоновки и подбор различных именно деталей будущих подвижных составов потому что уже здесь и сейчас уже сегодня производится модель подвижного состава один к одному именно уже в металле именно в железе я лично находился и поразился именно эргономичности салона юнибуса в деревянном образце но друзья это действительно супер когда четыре человека даже шесть человек сидят друг напротив друга и 14 человек вмещается помимо этих четырех людей и собственно не 14 10 извиняюсь то есть 14 16 человек это именно емкость пассажиров юнибуса и соответственно всем удобно то есть я могу вытянуть руку и соответственно я на расстоянии полу вытянутой руки соблюдаю абсолютно личное пространство впереди или позади находящегося пассажира и не будет такой давки давки как вот в автобусах я так вот с улыбкой с радостью вспоминая студенческие времена что с моим ростом мне нужно было заходить маршрутку и нагинаться вот так и ехать 10 остановок до университета чтобы учиться учиться инженерной специальности чтобы в будущем уже начать заниматься skyway но вот всех вот этих нюансов про рост продажи инвалидов все будет соблюдено подвижном составе немножко отвлекся вернемся концепции линейных городов и гектар земли друзья на самом деле вот с мая будет этот принят закон то есть сейчас с января с января точнее будет принят закон с мая мы сможем уже подавать заявки реальные то есть сейчас мы собираем виртуальные чтобы понимать потенциал и друзья могу сказать что в том числе развитие этой команды этой программы за счет команды skyway инвест групп потому что на тот момент когда мы начали именно массовое оповещение на по поводу этой программы не так много желающих было приобрести эту землю и я задам вам один простой вопрос если вы спросите у человека желает ли он 20 километрах от благовещенска день на дальнем востоке где нет электроэнергии где нет инфраструктуры где нет никаких поселений и где нет возможности нормально существовать и жить захочет ли он там получить один гектар земли естественно многие скажут да почему нет а теперь я сделаю добавочку такую очень привлекательную сладкую а если один гектар земли где есть готовая инфраструктура то есть фактически друзья мы на концепции юнибайков и я думаю что не в ближайшие месяцы то есть мы это будем готовить именно как заказ научно-производственным конструкторскому предприятию но определенное направление которое позволит нам возводить эти линейные города очень быстро именно основываясь на струнной технологии анатолия дарда чуеницкого то есть доставить можно будет подвижной состав каким-либо образом то есть вплоть до того что привести его самоходом привести носа соответственно с одного подвижного состава может начать строится целый линейный город и такие замечательные красивейшие линейные города мы сможем реализовывать именно на гектаре земли то есть смысл на самом деле предельно прост смысл заключается в том что будущем эта земля будет стоить очень и очень дорого примерно как сегодня стоит недвижимость в москве в казани ну в казани чуть подешевле в челябинске где проживая еще дешевле но представьте если будет хребет хребет высокоскоростной дороги новой как транссиб в свое время проходить вдоль этой земли и не будет мешать как-то сельскохозяйственной деятельности иной деятельности человека не будет мешать миграции населения миграции населения как раз таки не будет не будет мешать миграции животных течению грунтовых вод именно в почве и собственно будет находиться на втором уровне абсолютно экологично абсолютно чистый живой продукт потому что я могу сказать что что транспортные андроиды, они будут обладать типа Unibus, типа Unibike, типа Unicar, это грузовое направление, типа Unilet или Автолет, это высокоскоростное направление. Они живые, они обладают машинным зрением, представьте себе. То есть, если положить на, допустим, путевую структуру компании Siemens, технологии Siemens, Sapsan тот же самый, если вы положите большое бревно, как вы думаете, заметит ли система автоматизированного управления это бревно? Более того, Эдуард Ильич Ницкий при начале разработки системы автоматизированного управления, то есть, это именно личная разработка Skyway, он интересовался, сможет ли, вот интересовались у компании Talis, сможет ли вообще система автоматизированного управления заметить впереди лежащее бревно? И ему пожимали плечами, что нет, не факт. И, соответственно, те вот несколько десятков миллионов на разработку, еще больше на внедрение, и самое главное, поддержку, то есть, очень сильно вот такие компании подсаживают на себя. Это заставило задуматься Анатолию Эдуардовича сформировать отдельно, как бы, то есть, вообще, в ЗАО струнные технологии более 13 конструкторских бюро, и задуматься о создании своей системы автоматизированного управления. И, собственно, та же и логика концепции линейных городов. Зачем нам что-то менять непосредственно в существующих городах, когда некоторые вещи невозможно изменить? Сможем ли мы изменить, допустим, в Стамбуле, в Турции существующие узкие улочки? Либо та же Самара, очень узкие улочки, то есть, я когда еще по традиционной работе, когда работал в офисе, сколько это, 7 лет назад было, ездил в командировки в Самару, там действительно очень узкие улочки, и во многих городах с такими именно европейскими узкими улочками не построить транспорт второго уровня городского типа, либо он будет находиться очень высоко. И, соответственно, зачем менять облик городов, если можно сформировать новые города? Вот, к примеру, на слайде, как города, которые планируются к 2019 году уже построить очередной искусственный остров и сделать связку, сделать свой линейный город абсолютно экологически чистый. Я рекомендую всем посмотреть видео эко-системы, именно вот на сайте головной компании, я думаю, на YouTube-канале Skyway Invest Group также должно быть, где говорится, что награду именно мировую получили небоскребы с зелеными насаждениями. А у нас будут целые крыши с зелеными насаждениями. И никакой серости, никакой серости будней крыш, никаких, так скажем, неприятных для человека условиях кондиционирования и так далее. То есть зеленые насаждения очень большие преимущества у них, потому что это и кондиционирование, это и именно способствует избежать каких-либо протечек свойств крыши. Многие люди не любят брать, допустим, на высоких этажах квартиры, дома. И, собственно, вот это будет способствовать именно новому укладу домостроения, возведения в том числе серьезных высотных станций. И вот то, что вы видите на слайдах, это абсолютная реальность. И также один гектар земли может находиться, где будет река. И абсолютно так же, как представлено на слайде, через шельф побережья, через устья реки, можно будет проложить путевую структуру струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, чтобы связать два линейных города, две части линейного города. И, друзья, вот, собственно, для этого и нужна эта технология строительства линейных городов. Нужна эта программа и нам, и мы нужны государству. То есть мы намерены очень широкомасштабно распространять информацию об этой программе. Мы намерены сотни тысяч в начале пайщиков. То есть это именно ПО Евразия будет. То есть у нас схема вообще вот в Transnet Group, это Skyway Invest Group, это институционный фонд. Transnet Group, это управляющая компания, которая занимается адресами проекта и так далее, другими направлениями. И ПО Евразия, это, во-первых, юридическая финансовая налоговая оптимизация. То есть это наша с вами защита. И, во-вторых, это абсолютно удобная оболочка для выдачи паев. Соответственно, каждый человек сможет от 300 рублей приобрести пай. И, соответственно, 100 рублей в год человек может находиться в потребительском обществе, участие в потребительском обществе. Каждое стоит, так скажем, менство в год. Но это несравнимо с теми условиями, которые нам нужно платить для нахождения в различных союзах, промышленных союзах. Друзья, мы формируем здесь свой союз на самом деле. И в это потребительское общество самое интересное, смогут входить целые заводы, целые предприятия. То есть уже сейчас, как только мы реализовали адресный проект, уже начали находиться контакты в строительных организациях, с лицензиями СРО. ЛИЦЕНЗИЯ СРО стоит от полуму... ...биллиона... Я объявил об адресном проекте, интерес совершенно поменялся. То есть логика мышления начала развиваться именно в логике «своя рубашка ближе к телу». Естественно, в Минске необходима, это первоочередная задача, первоочередная задача, финансирование экотехнопарка. Но когда мы начинаем строить уже в нашем регионе, в нашем городе, родной нам адресный проект, соинвесторами, со владельцами которого мы можем являться, директорами которого могут те люди, которые будут инфицировать первыми в ваших регионах адресный проект, могут являться. Это совершенно другой разговор с вашими местными чиновниками, это совершенно другой разговор с населением и 15-20% населения как минимум необходимо оповестить, чтобы люди узнали, что такая технология, технология Skyway внедряется в вашем городе. И, собственно, мы сейчас прорабатываем методику, чтобы вы смогли участвовать в выставках, мероприятиях. То есть я думаю, что в пятницу я дам такую специнформацию, спецвебинар, если успеем технически подготовиться, как проводить выставки и как выходить за полтора дня. И опыт был мной успешно пройден, не только мной, а вообще всей командой по адресу проекта города Челябинска, именно в достижении цели выхода на властей. Но, собственно, если не будет произведен выход на властей, то на выставках за привлекательные условия, поверьте, будут нам выдавать очень привлекательные условия. То есть тоже скоро увидите, не буду забегать вперед, но в одном из центральных городов Центрального федерального округа будет мероприятие, которое обычно стоит 200, 300, 500 иногда тысяч стоит. Не поверите, за какую цену нам удалось договориться. И не потому, что мы что-то просим. Друзья, ни у кого не нужно ничего просить вот насчет Skyway. Вы даете возможность и вы даете именно счастье узнать эту информацию. И как раз-таки на одном из форумов, он будет связан с Кыргызстаном, также у нас планируется очень серьезный проект от Иссыкуля. Иссыкуль тоже планируется и от Бишкека до Алматы. То есть это через высокогорье ни одна транспортная система на сегодняшний день не может преодолеть высокогорье, не занимаясь таким вот именно транспортной демагогией, я бы сказал, как катание по серпантину. То есть сегодня невозможно другим способом преодолеть. Это экономия часов, может быть даже десятков часов. И представьте, как это ускорит логистику, представьте, как это ускорит поток продуктов. Меньше портятся будут продукты, больше довозиться в супермаркеты. И соответственно логистика будет более эффективная. Кыргызстан будет зарабатывать больше денег. И Казахстан также будет иметь больше выгоды. То есть это абсолютная синергия, это абсолютное взаимодействие. И на самом деле вот этот принцип это основа нашего проекта. Мы все с вами, как все именно держась за руки, развиваем этот проект и передаем из уст в уста, из глаз в глаза, смотря на наших собеседников, на наших будущих потенциальных инвесторов, именно как на братьев, как на сестер. Потому что, друзья, мы строим действительно очень такой серьезный, закладываем фундамент будущего, будущего светлого. И мы не просто закладываем фундамент будущего, мы его капитализируем. И мы знаем, как капитализировать. И чтобы вы понимали, я хотел бы донести, каким образом будет строиться вот этот линейный город. Каким образом будет реализован Санкт-Петербург-Ладивосток. Он, может быть, в полном масштабе невозможен к реализации сейчас. Но те адресные проекты, которые начнутся именно с юнибайка, и юнибайки будут как точка входа, Я не буду говорить точную дату, но это будет раньше демонстрация и сертификация, чем грузовой и городской пассажирский транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть юнибайки появятся несколько раньше. И уже сейчас мы формируем адресные проекты. Поверьте мне, но на третьем этапе примерно поднятся уже серьезные крупные инвесторы, когда мы покажем модель 1 к 5, это именно такой стандартный этап. На третьем этапе уже будет произведена модель 1 к 5, и можно будет делать закрытые презентации для потенциальных средних, крупных инвесторов. На самом деле эту модель можно будет катать везде, на все выставки, в регионе и так далее. И крупные потенциальные инвесторы найдутся очень быстро. То есть планы по Челябинску, естественно, вначале это народное финансирование, Более того, завтра также Евгения и Владимир назначили встречу с депутатами местными, потому что необходимо с ними пообщаться, необходимо познакомиться, так как после согласования, даже когда все будет согласовано, и администрации будет дан зеленый свет, то начнется общение с мелкими начальниками уже. И, как вы понимаете, более мелкие начальники могут ставить в том числе палки-колеса. Нужно будет, более того, я хотел бы подготовить всех инициаторов адресных проектов, также пообщаться с зелеными. То есть вот если мы строим парки, то, соответственно, необходимо убедить население, и даже, возможно, нужно будет собирать народный референдум именно для оповещения населения, что экология это никак не повредит. Это, наоборот, будет восстанавливать. То есть наша технология, это не техногенная, это экогенная технология. То есть она не повреждает, она, наоборот, восстанавливает. Если сегодня на климатическом саммите, который сейчас вроде как идет в Париже, и очень грустно, на самом деле, что мы там не участвуем, но мы не имеем такой возможности, потому что такие затраты мы сейчас не имеем права нести, так как все деньги, все финансирование идет на экотехнопарк. Но это очень серьезная конференция, которая показывает вообще такая вот именно заключительная конференция, которая покажет отношение к проблеме климата. А более того, я могу сказать, что наши юнибусы смогут сэкономить вообще весь потенциал всей нефти, которая сейчас добывается во всем мире. И сейчас добывать нефть тем способом, которым мы добываем, это примерно как кидать деньги. Хотели бы вы кинуть деньги в камин? Хотели бы вы отдать деньги наркоману, алкоголику, если вы знаете, что он их пропьет и пустит на негативные нужды свои? Естественно, нет. И вот также необходимо нефтяные продукты беречь для нефтехимии. То есть нам очень много еще придется делать именно и по легированию металла в будущем после освоения редкоземельных месторождений. То есть когда будет именно сформирован рынок адресных проектов, и он уже формируется. Более того, я могу сказать, что бывший именно руководитель транспортного департамента Южной Австралии, он также поддерживает проект по нашей сети. То есть он пришел через сеть, через инвест-проводящую систему. Это обычное на самом деле явление, обычный случай, когда серьезные крупные деятели приходят в наш проект. И, друзья, я вот в конце вебинара поставлю, забыл поставить ролик вначале, с Владимиром Вольфовичем Жириновским. То есть этот очень колоритный политик на сегодняшний день начинает снова вспоминать про струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. И самое интересное, что Владимир Вольфович очень много сделал в свое время для струнного транспорта. То есть вы видите здесь именно очень серьезных, влиятельных людей. То есть это те люди, которые в том числе помогли получить грант ООН, ХабитАп по развитию городской инфраструктуры. И не то, что помогли. Сама технология SkyWay, она достойна к получению. Но чтобы получить подобные гранты, необходимо иметь и обладать некими связями. И очень радостно осознавать и понимать, что Владимир Вольфович Жириновский это один из таких вот политиков, видных тех политиков, за которым следят. И Сергей Анатольевич Сибиряков, мой замечательный наставник, он в свое время дрался даже с Жириновским на телеэфире, прямо в телеэфире. И можете найти в интернете, Рокки на первом канале, статью. Либо уже когда будет идти ролик заключительный, я обязательно вам сброшу. Замечательная статья. Всем рекомендую ознакомиться, ознакомиться с личностью Сергея Анатольевича. И, собственно, я думаю, что один политик за другим будут осознавать, что струнный транспорт действительно необходим России. И в доказательстве, что он необходим России, пожалуйста, я рекомендую прочитать вот эту ссылку на сайте Skyway Invest Group, то есть это рубрика Сергея Анатольевича со мной. Именно вот макроэкономический такой взгляд. Рекомендую Кирилла Батулина почитать серьезные такие аналитические суждения по тому, насколько необходим струнный транспорт России. И, друзья, на самом деле, вот то, что было в прошлом, то есть общение с послом Малайзии, общение со всеми крупными чиновниками, деятелями, которые сегодня уже не актуальны, то есть кто-то в преклонном возрасте. Но это все велось, и это все возвращается по кругу. Вот, пожалуйста, слайд именно по послу Малайзии. То есть на тот момент планировалась реализация, и сейчас планируется. И как только произойдет демонстрация и сертификация, уже можно будет общаться, снова возвращаться к тематике продвижения, не просто продвижения, а создания и строительства струнной дороги в Малайзии, во Вьетнаме, в различных других странах, в Австралии, естественно, по всем договоренностям, которые были установлены ранее, потому что договоренности было установлено массой. И тот эффект по Абу-Даби, который вы видели, та договоренность, которая установлена к 2019 году, то есть когда будет уже произведена демонстрация и сертификация высокоскоростной транспортной системы SkyWay, и тогда начнется именно инфраструктурная транспортная связка одного из искусственных островов. А как вы думаете, если бы технология была не актуальна, стал бы вообще кто-то из шейхов об этом общаться? Стали бы они возвращаться к этому вопросу, если бы технология финансирования, технологии, я специально допустил ошибку технологии, то есть если бы не краудинвестинг, то ничего бы на самом деле сегодня не было. И, друзья, я хотел бы возвратиться к тому очень важному моменту, который мы должны все с вами понимать и осознавать, что фиксированный дисконт – это очень важная вещь, которая длится до 8 декабря. Я не знаю, после 8 декабря она возобновится или нет, но до 8 декабря на 10 месяцев вы можете для себя зафиксировать, дисконт. Что это значит? Если раньше, когда я входил в проект, дисконт был 1 к 1500, то сегодня вы можете зайти в личный кабинет и посмотреть. На маленьких пакетах это 1 к 50, 1 к 60. При фиксации дисконта вы получаете дисконт. Если вы инвестируете, попробовать, так скажем, посмотреть, а вдруг получится, и помочь проекту в течение 10 месяцев, каждый месяц инвестируя по 10, допустим, долларов, это позволит зафиксировать дисконт 1 к 300. На сегодняшний день этот дисконт возможен при покупке пакетов от 5000 долларов и, собственно, немалых достаточно пакетов. А что говорить о суммах, которые уже заходят за 10 долларов, там будет дисконт 1 к 600. И, друзья, передайте сегодня, вот послушав этот вебинар, особенно новички, я тоже когда-то был новичком, я тоже когда-то только входил в проект и только разбирался, но все вопросы были сняты, и, собственно, после того, как я действительно познакомился лично с Анатолием Ильичем Ниницким, то есть у меня была в дрожь в руках, можно сказать, когда я первый раз здоровался с этим человеком, человек с очень мощной энергетикой, и смог постараться выполнить промоушены, которые у нас будут в Skyway Invest Group. Это мотивирующие промоушены, то есть я могу сказать вам, как специалист по продажам, как управленец, что мотивирующие фишки, они нужны, они стимулируют бизнес развиваться. А сегодня, помимо инициации адресных проектов, многие задают вопрос, я хочу инициировать проект адресный в том-то или ином регионе, я задаю встречный вопрос, а есть ли у вас потенциальные крупные и средние инвесторы? Нет, нету. Есть ли у вас лоббисты и связи с чиновниками? Нет, нету. А есть ли у вас хотя бы сеть, инвестпроводящаяся сети, которые смогут финансировать, ваш адресный проект? Если человек говорит, да, есть, у него сесть, присутствует достаточно в серьезном количестве, с потенциалом роста, он может реализовать адресный проект, потому что к нему придут сами собой лоббисты, к нему придут чиновники, далее он завоюет средних и крупных предпринимателей, и это поступательное движение, логически, закономерное, выверенное, оно приведет к цели. Но если вот эти этапы и пункты не выполнены, то, друзья, адресным проектом на сегодняшний день не надо заниматься в вашем регионе, потому что, да, будут целевые программы, да, ПО «Евразия» будет помогать, да, все мы с вами будем друг другу помогать, финансировать и инвестировать в адресные проекты, но нужно брать на себя ответственность, нужно понимать, что вы ответственны за свой регион сами. И я, как челябинец, я понимаю, что поможет фонд, многие помогут, просто зная меня лично, будут инвестировать, будут инвестировать, возможно, крупные суммы, возможно, привлекут какие-то крупные инвестиции от крупных средних потенциальных инвесторов, но в первую очередь мы, как команда адресного проекта, осознаем, что в первую очередь мы должны зависеть сами от себя. То есть это фактически самоокупаемость, самоокупаемость как адресных проектов, так и, друзья, мы должны ответственны быть за свои инвестиции, поэтому ввелось понятие фиксированный дисконт. То есть это очень важное и очень нужное понятие, поверьте мне, как инженеру-механику, как человеку, работающему в свое время, будучи студентом, специалистом по планированию заводов по переработке химического оружия, то есть одновременно переводчиком я был, и, собственно, производственное строительное планирование это самое важное, это соблюдение сроков. И если мы с вами желаем всем сердцем, всем душой действительно, чтобы проект реализовался, и не просто реализовался, реализовался вовремя, то нужно первое, доносить действительно эту информацию всем и каждому, и второе, естественно, инвестировать регулярно. То есть несмотря на то, что у меня достаточно уже весомый, так скажем, пакет, все равно от бонусных начислений и так далее. Я понимаю, что если не буду инвестировать я, то не будет инвестировать моя структура, это простой принцип дупликации. И более того, это все работает, то есть не пытайтесь обмануть законы вселенной. Если вы будете обманывать себя, то ваша структура не будет работать. И сейчас многие люди входят непосредственно, вот сейчас вот я очень серьезно начал движение по Челябинску, хотя раньше, признаться честно, я не развивался по Челябинску, потому что я видел вектором в своем развитии, основным именно распространение информации об этом проекте. И когда было очень серьезное, так скажем, сопротивление, очень серьезная сложность в распространении, были конкуренты, даже бывшие союзники Юницкого, которые его предали и распространяли разную негативную информацию о проекте. И, собственно, очень такие нетепличные, так скажем, условия были, но в этих условиях мы развивались. И сейчас настало время прийти непосредственно в свой регион, поднять здесь хорошую команду, и есть за счет чего развиваться. То есть есть позвоночник, хребет, это адресный проект. И, друзья, я вам всем желаю замечательных адресных проектов именно в вашем регионе, потому что эти адресные проекты будут улучшать как облик вашего города, так и заставлять сердце вашего города биться, и, собственно, через кровеносные артерии, а кровеносные артерии – это дороги, это железнодорожные сообщения, это авиасообщения, наши города будут связаны, и тогда наша страна, Россия-матушка, будет дышать. И действительно тот слоган, тот лозунг, та идея, и именно благотворная мысль, она будет реальна. Мы действительно построим SkyWay и действительно сможем спасти Россию. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Вот, собственно, такой вот, может быть, оригинальный вебинар получился, но помните одно, что никто кроме нас. Всем счастливо и до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok